Альфа-банка Альфа-банка Друзья, мы в Самарканде В одном из самых древних городов мира Детище великого Амира Тимура Город-ровесник первых Олимпийских игр в Древней Греции Культурная и политическая столица империи Тимуридов Богатая история, магическая красота и легендарный маршрут Шелкового пути Где не все так гладко Суровые горы, дикая природа и десятки километров до цивилизации В этих условиях нашим участникам предстоит выживать Это проект выжить в Самарканде Новый сезон Еще жарче, еще сложнее Мы начинаем Все равно вы опять проиграете Ну уж нет На этот раз я отыграюсь Звучит устрашающе Но давай сначала познакомиться с нашими участниками А давай Пойдем Я Влад Топалов, певец и музыкант Наверное, моя главная мотивация Выкинуть себя из зоны комфорта Умение себя заставить делать то, что тебе не нравится Это просто очень полезно Меня зовут Юля Паршрута Я певица, автор, актриса и хороший человек Я часто отказывалась от шоу, в которых я не знаю, что будет происходить Но тут вожжа какая-то под хвост попала, понимаете? USB здесь, здесь не все, здесь только турбо Вся моя жизнь осознанная связана с юмором Я впервые участвую в реалити-шоу И, видимо, поэтому я здесь Я хочу пройти что-то новое для себя И выиграть Я приехал за этим А новичкам везет Поэтому я думаю, что у меня все шансы на это есть Меня зовут Вики Одинцова Я инфлюенсер, модель Я уже была на других проектах И доходила достаточно далеко Поэтому для меня принципиально в этом проекте Поставить все-таки эту галочку Дойти до финала Ну и, конечно же, победить Немножко волнуйся Я Назима Я артистка, певица и автор своих песен Многие воспринимают меня очень фрубкой, нежной, назимой И я хочу доказать, что я еще и сильная Но одновременно и женственная Мудрая И скромная Так, кто первый? Добро пожаловать Добро пожаловать Это твоя летняя дача, да? Это вестибюль моей дачи Я рад тебя приветствовать, Влад Как дела? Как долетел? С Богом, все хорошо? С каким настроением приехал? Ты знаешь, мне кажется, что из того, что я слышал про Дубай Здесь, как мне показалось Нет задачи нас всех столкнуть лбами Чтобы мы перегрызлись, перессорились Это все зависит исключительно от вас Но в любом случае вы соперники Так что... По головам я не хожу Ни по жизни не ходил И здесь тем более ходить не буду Я не даю себя в обиду Я не терплю хамства Я не терплю грубости Но я вполне открыт к конструктивной какой-то критике Юля, мы тебя ожидаем Мы подбирали этот зал под твое платье Я надеюсь, как и город под мое присутствие Юля Паршута, я ее уже знаю давно Но мы с ней никогда не общались На мой взгляд, очень красивая, приятная, милая девушка Я не лиса Но посмотрим Может быть, для того, чтобы достичь того, чего у тебя никогда не было Надо делать то, что ты никогда не делала Привет Привет! Рад тебя видеть Юль, привет Я невероятно... Вау, какой крой У меня есть ощущение, что Влад Топалов нацелен на лидерство Он приветлив И при этом он очень сконцентрирован внутри Есть такая энергия, мощная и колкая Так, яркая, как солнце С каким настроением ты приехала? Расскажи Вообще, на ровном, абсолютно Да? Просто сейчас в обморок упаду, все Оп! Да ты ж мой хороший, Сережа! Маша, это ты? Это я! Нам будет весело А кто там с тобой? Мне 44, я плохо вижу Все отлично! Влад тебя тут ожидает Топалов и Юля Паршутов Сначала познакомились с Владом, Сережа Влад, очень приятно Вы не знакомы до этого? Нет С Юлей мы знакомы А с Юлей откуда знаком? Это еще с КВНСК времен Сережа Гореликов Я с ним не был знаком Взрослый мужик уже Такой вполне осознанный Спокойный, как удар, по-моему Худой Значит, выносливый С щетиной Мне нравятся такие люди Так, слушай У тебя первый опыт в реалити, да? Абсолютно Волнение присутствует Присутствует волнение Ну и вообще, я тебя поздравляю Ты хоть где-то на телевидении Участвуешь в чем-то хорошем А не в ЮСБ Я не думаю, что будет сложно Да я вру, будет сложно Я надеюсь, у нас будет диван На котором мы будем сидеть Друг напротив друга И договариваться Максимум камень То есть стоило О! Привет! Всем привет! Привет! Вики! Очень приятно, Влад? Приятно, Юля Я захожу, меня встречает Павел Серж, Влад, Юля Я раньше с ребятами не встречалась Поэтому было очень интересно С ними познакомиться Себя именно Вики Ну как-то, знаешь, привыкла Да А если Вика, то есть можно все равно Так делать? Да, конечно, можно Все Расслабьтесь Меня не стоит бояться Но стоит опасаться Потому что мотивация сильная Характер у меня тоже непростой Прогнуть меня под себя точно не получится Так, у тебя есть опыт реалити? Есть, да Еще какой? И доходила достаточно далеко И, конечно же, я пришла, ребятки Дойти до финала И победить Вот, смотри Вот так сразу Заявка Конечно Пока ты не пришла Тут даже вообще разговор о победе О финале Серьезно, ребят? Вы что тут делаете? Мне, если честно, показалось Что ребята вообще не понимают Что их ждет То есть они все достаточно на расслабоне Мы пока сбиваем плотную, так сказать, тесную коллекцию Не, не, настраивайтесь Настраивайтесь Мы все-таки в одной команде Ночевать, где там пустыня, горы Что у нас будет, я не знаю Вы пока еще не знаете Я пока еще Я там не планирую Я там не планирую ночевать Я планирую Вика Одинцова, мне кажется Очень сильно хочет победить И я думаю, что она будет делать все для этого Вике, непростая штучка О, тише, простите Как мы могли пропустить На зима Всем привет Когда я зашла в зал Я почувствовала себя Такой, знаете Принцессой Королевой На зима На зима близко Нельзя было обойтись Безвосточной женщиной Здесь Привет Привет Привет, Вика На зимой я не был знаком вообще Я только слышал несколько песен Мне показалось, что она очень вежливая, скромная такая Какие цели? Настроена на победу О, Вики Добрый вечер У нас команда До тебя До тебя только Я знаю, что каждый сам за себя Но ожидаю все-таки от каждого участника Какой-то теплоты и сплоченности Я думаю, закаленная девчонка И с ней будет очень интересно играть И соперничать О, Майк Я все-таки 25 лет на этом заводе проработала Не дурак же он ценные кадры уволит Он сказал, зачем технолог, если технологии уже сто лет не меняются Их погнали с работы Мы что-нибудь придумаем Ну а что, мы с вами втроем уже спиртзавод ходячий Теперь они сами будут гнать Статья 163 Производство алкогольной продукции карается от 3 до 5 лет Сахар, дрожжи, вода, технология, контроль, добросовестность С таким пойлом наши алкаши, брат, видами станут О, какое общество Бомжур, да Повышая градус с 22 января В 8 вечера премьера на Тенте Как необычно сделать предложение девушке Как быть оригинальным, чтобы точно услышать «да» Как не ругаться во время ремонта Лайфхак для семейной пары Своё видео найдёшь на ручью Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо А меня зовут Митя Фомин. Некоторые меня уже называют Дмитрий Анатольевич. Я развлекаю людей. Что я здесь делаю? Развлекаюсь сам, в конце концов. Я не первый раз в такого рода реалити, и в этот раз есть возможность побороться до конца. Я пробовал это уже, товарищи, но вы пригласили тертого калача. Я даже взвлекаю, что это красиво. Во-первых, это красиво. Митя вошел, как король Самарканда. А шляпа какая? Эту шляпу можно поставить как палатку. В ней можно варить уху, на нее можно положить фрукты. В целом, достаточно практично он оделся. Митя, привет! Митя, Митя, он неотразим. С Митей Фоминой мы были уже в другом шоу. И я знаю, как Митя может себя вести в тех или иных ситуациях. Митя, где твои усики? Потрясающе! Я их брил. Митя Фомина, я знаю, больше 20 лет. Я за всю свою карьеру не слышал о нем ничего плохого. Митя, кстати, вообще ничего не боится. Вот, Вика знает. Более того, он хорошо готовит. Он всегда очень заботливый. Спасибо, дорогая. А вам всегда, я думаю, что легко. Палатку давайте поставим палатку. Где надо поставить палатку? Хороший. Готов ли я жить в неприглядных условиях? Ну, давайте начистоту. Понимаете, человек, который вырос в СССР, ничего не страшно. Так, смотрите, вся команда в сборе. В целом, на самом деле, я довольна своей командой. Главное, конечно же, чтобы мы в конечном итоге все не рассорились. Оказалось, что я в команде с четырьмя людьми, которые поют. И с девушкой, которая модель. Что я буду делать с ними, я не знаю. Ла-ла, ла-ла-ла-ла. Все будет хорошо. Ну, пока все официально вежливые. Ну, это пока. Так, давайте встречать народную команду. Ох, волнительно. Аплодисментами? Ну, посмотрим. Выхожу первая, сказать, что я волнуюсь, ничего не сказать. У меня был страх выйти с чемоданом и упасть. Мы открылись двери, и вдалеке показалась Лейсан. Я не верю, что это происходит со мной, что она вот, она настоящая. Какая красотка. Платье зачетное. Угу, очень красиво. Она идет именно к нам. Я ее вижу уже вживую, не по телевизору. Давайте, давайте, давайте. Ну что, здравствуйте. Привет. Когда я увидела Лейсан, у меня вот появилось это вот волнение, какая-то дрожь. Добро пожаловать в Самарканд, народная команда. Я вас так долго ждала. И вот так вот позитив сразу бах на нас. Давайте знакомиться. Я Лейсан Утяшева. Я Любовь. Очень приятно. Меня зовут Женя. Женя. Меня зовут Кристина. Марина. Марина. Владилян. Я Лось. В смысле? Фамилия у меня Лось. Зовут Саня. А как к тебе обращаться Лось? Саня так и обращаться. Итак, друзья, из 6 тысяч заявок мы выбрали именно вас. Ну, я офигела. Как думаете, почему? Потому что мы самая сплоченная команда будем. Вы же только что познакомились. Чуть-чуть в машине, чуть-чуть пообщались. Мы поняли, что вот именно эта команда, именно мы друг другу подходим. Саня, я правильно понимаю, что ты будешь вожаком? Ну, пока мы еще не решали, но я думаю, решим. Каким-то мамайевым прям попахивает. Не тянул одеяло на себя там ни в коем случае, но я стараюсь, команда, чтобы была как семья. Друзья мои, пойдемте знакомиться со звездной командой. Погнали. Все, погнали, ребята. Удачи! Спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо большое. Волнения было очень много. Я чуть ручку на чемодане не сломала. Волнительно? Да. Очень. Очень. А представляете, каковы? Мы заходим туда, и там просто огроменный зал с огромными потолками. Раз 10 больше, чем в актовом зале в школе. Ой, моя, моя какая. Ой, моя, моя, помощь! Мы зашли настолько уверенно, что смотрю, звезды так как-то чуть-чуть сошлись. И так, друзья, знакомьтесь с народной командой. Я как девочка не могу не оценить шикарные платья девушек. Боже, ну я вот в таком простом платье, и, конечно, я немножечко так чувствовала себя стеснительно. Таксистка. Это я. Я в крайней степени, конечно, удивлена и восхищена. Такая маленькая девочка, водитель такси. Косарь. Владилен, это я. Косарь. У него должна быть хорошая физическая сила. То есть это серьезный соперник. Фотограф. Кристина такая девочка, мне кажется, с характером, с таким стержнем. Демонтажник. Это я. У Жени невероятно красивые глаза. Я не знаю, как он занимается демонтажом. Мне кажется, там какая-то силища богатырская, удалая нужна. Медсестра. Я. У Марины такой образ русской девушки, с косой. Я думаю, что она очень сильный у них игрок тоже будет. Цирковой тренер. Это я, ребят. Спасибо. Цирковой? А покажите что-нибудь. Прямо сейчас? Ну, я покажу дальнейшую. Вот, смотрите, есть прям протестивная. Арена, такая мини-арена. Прыкнешь? Да, надо. Я могу что-то спеть? Хорошо, колесо можешь сделать. Ну, думаю, что такое колесо? Для меня колесо – это ни о чем, да? 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 Вау! Ну, сальто Саня, конечно, крутанул эффектно, но делать это было вообще необязательно, честно говоря. Ну, это просто по факту была провокация. Слушайте, ну, физуха серьезная. После этого я смотрю, что звездная команда еще сильнее зажалась. У нас есть спортсмены? Медсестра. Саша – это, конечно, для команды, может быть, бриллиант. Вот таким составом мы будем вас побеждать. Вот так вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Мне кажется, звездная команда чуть-чуть в шоке была от народной. Вот мои. Ну, кто есть, то есть. Ну, ребят, простите. Певец. Певец. Певица. Певица. Комик-модель. Короче, будем петь и немного боржом. От нашей команды было немножко такое напряжение. Итак, друзья, теперь самое интересное. Правила проекта. Прямо сейчас народная команда отправится в самый роскошный туристический район Самарканда. Silk Road. Это мечта. Это мечта. Я как в сказке. Где будет жить не просто в своем собственном люксе, а получит воспоряжение целый этаж, ребята. Да. Вау, вау. А что вы хлопаете? Ну, конечно, это неприятно. Конечно, я этого не хочу. Ну, а вы, моя дорогая звездная команда, отправляетесь сразу выживать. В смысле, сразу. Вот и все. И крутись, как хочешь. На сей раз. В горы. Оставаться я там не собираюсь. Я все-таки за то, чтобы биться и выигрывать каждое испытание. Ну, хоть, слава богу, что не в пустыне. В смысле? Я не знаю, что она ждет, но думаю, что нам придется попотеть, чтобы мягко спать и вкусно что-то поесть. Ну, хотя бы не жарко бы то еще. У меня побежали кадры перед глазами. Как мы будем ставить палатку или шалаш? Из чего? Это горы, в которых никогда не было людей. У меня вопрос. А почему такая несправедливость сразу? Нет, я в гаракции. Здравствуйте. Здесь не было человек. Не что? Я же сразу сдохну. Ну, я думаю, они сильные, они справятся. Но, друзья мои, ваши условия жизни могут поменяться сразу после первого большого испытания. В испытаниях вы будете бороться не только за шикарные условия, но и за главный приз проекта. 10 миллионов рублей. 10 миллионов – это обалдеть, как много. Нереально просто. Офигеть. Мне кажется, за такую сумму стоит побороться, правда? Конечно. Стоит, ребят, стоит на самом деле. Всем, конечно, безусловно. Никому 10 миллионов не мешали еще. Это большие деньги. И квартиру купить можно по сути, и автомобиль можно купить. Я этот приз с огромным удовольствием потрачу на себя, на свою жену и на своих детей. Я хочу дом для родителей. Я потрачу выигрыш на что-то хорошее. Кому-нибудь помогу и не исключаю себя. Какая-то часть пойдет на благотворительность, но не буду скрывать, что вся остальная часть, конечно же, будет потрачена на себя любимую. Если бы я победила, дай бог, мешала, то я бы купила себе квартиру. Это шоу «Выжить в Самарканде». Мы начинаем. Я не хочу тратить ни минуты, потому что роскошная жизнь ждать не любят. Пойдемте к нам в люкс, пожалуйста. Мне казалось, что сейчас Павел Воля скажет, что это шутка. Вы едите в горы. Сильно не привыкайте. Я думаю, мы в горах, может быть, тоже побываем. А может и нет. Звездная команда пусть как начала, так и там остается. Мощные ребята, мощные. Можете мощные. Парни сильные. Ну что, друзья, вот она ваша лакшери жизнь. Ух ты. Мы когда зашли, я такого вообще не видел. Мы все просто языки отвалились на самом деле. Вот он, целый ваш этаж. Наш этаж. Это все наша человая зона. Вы вообще представляете? Владлен даже что-то подначал трогать ковер или что-то типа такого. Вот это волшебный ключик, за который вы будете бороться в каждом испытании. Это ключик ведет в лакшери. А именно в этот номер. Друзья, это президентский люкс. Понимаете? Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Это президентский люкс. Понимаете? Заходим просто в царские хоромы. Сразу бах! И все. Я не слышал никого. Просто был в шоке от этой красоты. Именно в этом номере, когда был международный саммит, останавливался один из президентов. Ай, извините. Я ощутила, наверное, себя очень значимой персоной в этот момент. Это что за апартамент? Как-то по-царски. Ну, в таком прекрасном номере, конечно, я не был. Это же президентский апартамент. Я что, президент, что ли? Вот она, вот она. Вот она, та самая колонка. Я дотрагиваюсь до этой колонки. Это такой кайф. Я осознал, что я здесь уже. Все, я в игре. Я просто мечтал дотронуться. Я мечтала просто услышать этот звук. Добро пожаловать в отель «Народная команда». Придумайте мне имя. Василиса. Ну-ка. Василиса? Василиса? Нет, давайте не Василиса. Давайте, давайте. Зухра. А я не выговорю. Вы не хотите ее назвать Лиссан? Блин, ну, что за фигня? У нас есть уже одна Лиссан, зачем она вторая? Ну, мне пришлось согласиться, потому что, ну, а что мне? С мнением большинства спорить, какой смысл? Мы будем бороться до победного, чтобы оставаться здесь. Ваша роскошная жизнь начинается здесь и сейчас. И я подумала, да, это она, моя лакшери жизнь. Оставляю вас наедине с вашими эмоциями. Ни в чем себе не отказывайте, пожалуйста. И не забудьте, что там подарочки. Спасибо. До встречи. Пока-пока. 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 Это просто невероятно красиво. Я могу сказать, что мы на высоте 1270 метров. Да ладно. На 1280 метров. Мы приехали в сумасшедшее красивое место. Удивительно красиво. Красиво, а ночью будет еще и свежопа. Ой, колючки. Максимально смешное зрелище. На этом фоне, в платье, Митя в своей шляпе. Мне нравится наш лаунж, посмотрите. Лаунж ему нравится. Павел. Лаунж-зона в азиатском стиле. И Павел Воля в песочном костюме. Мы подумали, что мы приехали на истинный праздник жизни. Я вас приветствую. Это ваш роскошный шестизвездочный лагерь. И как вы поняли уже, из звезд здесь только вы. Поэтому он шестизвездочный. Уровень отеля будет снижаться, судя по всему. По мере выбывания звезд. Перед вами то, во что надо будет переодеться. Я подготовил вам именные фляжки. Волшебные талисманы. Каждому выдали какой-то кузовок. Лежала фляга подписанная. В первом сезоне наши участники жили в пустыне. Там были скорпионы. Я вас поздравляю. Здесь вам это не грозит. Мы уже выдохнули на этом моменте. Тут нет никаких скорпионов. Зато здесь есть. Огромные пауки. Они вот такого размера. Каждый паук ядовитый. Поэтому будьте аккуратны со всем, что здесь лежит. Нервно, если честно. Не хотелось бы, конечно, утром проснуться с пауком на голове. Также здесь есть шакалы. Я, честно, была в шоке. Шакалы ходят стаями. Шакалы нападают. Как мы. Отпор дадим. Нас все-таки много. Мы будем защищаться. Что еще здесь водится? Кобры. Кобры? Дальше как будто бы как все в тумане. Я ничего не слышала. Кобры настоящие. Кобры большие. Кобры двухметровые. Но это очень страшно. Я бы и змей. Больше всего, наверное. Здесь в округе их полным-полно. Я понимаю, что сейчас 3-2 раза хлоп и темно. Местные, так сказать, жители повылезают. Ну и, конечно, волки. Волки тоже шастают стаями. Шакалы. Волки. Стало немного... Стало немного не по себе. Если решились погулять, никто ни в коем случае не ходите по одному. Не то, что я куда-то собиралась ходить. Страшно. Также у нас есть медиа-колонна. Можете ей придумать имя. Кубышка пускай она будет. Кубышка. Кубышка. Он же куб. Звучит мило. Кубышечка. Неплохо. Название, правда, странное. Я бы, наверное, так не назвала ее. Давайте теперь я вас познакомлю с новой жилплощадью. Как ты сказал, Митя, это лаунж. В нем можно отдыхать. Лаунж, она очень красивая. А, это, прости, это душ, да? Да, это душ. В душе нет воды. Зачем? Очень хорошо. В смысле, воды не будет? Мне проще. У меня нет волос. Мыть мне особо нечего, кроме тела. Тело подождет. Влад, напряженный какой-то. Я получаю удовольствие от услышанного. Да? Ну вот с гигиеной беда. Нет нормального умывальника, чтобы хотя бы почистить зубы и умыть хотя бы лицо. Нет. У нас подушки, нет одеяла. Жмем с нами друг к дружке, чтобы теплее стало. Кто-то юртами занимался до этого? Всю жизнь мы уже увлекался. Увлекался юртами. Вы опытные юртологи. Честно, я обрадовалась, что это не палатки. Потому что юрта – это, ну, такой типа мини-домик. Вот у нас юрта открытая. О, отлично. Сразу видно. Да, мы знакомы с юртами не понаслышке. Ну, для меня это знаком. Это же Азия. Юрту надо будет закрыть. Ну, спасибо, хоть каркас уже. Ну да, это уже полдену. С нуля, если бы сказали собрать юрту, так это было бы невозможно. У вас есть все необходимое для строительства юрты в этом лагере. Но самое главное, я даю вам подробную инструкцию. Вот это круто. Я очень надеюсь, что мальчишки у нас с руками, и они справятся с этой задачей. У вас есть кастровое место. С той стороны. Все животные боятся огня. Да, поэтому ты, Митя, не подходи к ним. У нас есть что-то вроде лобного места. Каминчик, облуженный камнями. Но огня там нет. Где мы его возьмем? У нас точно здесь не будет. Мы не планируем здесь оставаться. Мы не привыкли жить в таких условиях. Есть какие-то вопросы ко мне? А грим-уборная, простите. Вот там сток сена, видите? Да. Вот это и есть туалет. Класс, супер. Ты что поделаешь? Настроение у вас веселое. Я предлагаю в таком же веселом настроении обустроить на человека. У нас здесь отсутствуют нормальные условия комфортной жизни, конечно. Нам действительно нужно пойти и организовать себе это все самим. Я вас крепко укутываю мысленным одеялом на эту ночь. Желаю вам удачи. К сожалению, у меня серьезнейшее дело. Я должен поужинать, поехать в шикарный отель и лечь спать. Всего хорошего. Спасибо. Пока. Давайте переоденемся и будем заниматься юртой, товарищи. Ну это такие условия. Переодевайся где хочешь, туалет находи. И за кустик. Ну тут без вариантов. А-а-а! Ой, ну прям не жизнь, а сказка для народной команды. Алисан сказала, что нас ждут подарки. Я понимаю, что это нам. А-а-а! Юбашку, посмотри какие. Просто, блядь, кинжал. Залез этот кинжал мне в сердце в хорошем смысле, да? Ну что, я мужчина, что ты, заразка? Почувствовал себя таким рыцарем прям, я не знаю. Самаршка. Вообще класс. Красивый цвет, подседок. Для девочек весели прекрасные халаты. Ну мой халат, конечно же, был самый красивый. Он очень мне подходил. Ты представляешь чашечку, америка на террасу, самаркан. Да, да, да. И мы с ножами. Да. Раскатать два мата, подвязать на чашку. Вот, вот, вот. Мы переоделись, и первым делом, конечно, мы пришли собирать наши юрты, потому что нам нужно сегодня где-то спать. Вот это, мне кажется, все-таки мата. Не-не-не, а это сверху. Это мы на этом лежать будем. Это не мата, это курпище. Это на чем мы будем спать. А, все. Ну, у нас называют кастанье, это курпище. У меня даже дома такие есть. Там боковые ровные нужны, они снизу, самые большие. Вот они боковые ровные. Боже, они такие тяжелые еще. Юрту собирали коллективно. На зима взяла некое такое там шефство. На дна и ухо. На зима, давай буду я, а ты будешь как инструкцию читать, и будешь нам подсадывать. А там просто нужно уже. Нет, там надо где-то подвязывать. Ее надо завязывать просто к этим деревяшкам. Каким? Вот. Вот к этим? Вот так. Мы сначала начали брать боковые части юрты. Мы привязывали ее сначала к нижней части рейки. Потом мы поняли, что нужно ее поднять чуть выше. Потом мы подняли чуть выше, а оказалось, что внизу получилась щель. Мы снова ее отпустили. А нет, у меня зазор. Двигайте на себя, Серег. В итоге все у нас получилось, сравнялось. Мы привязали ее. Ой, вообще классная штука была. Но дальше началось самое сложное. Это туда. Это туда. А вот как туда. Крышу непонятно было, как сначала устанавливать. Мы ее не закинем никогда. Она, во-первых, тяжеленная, а во-вторых, большая. Мы сначала не могли понять, снаружи надо подходить или снутри. И мы, мышка, стали чесать репы свои. Сидел дома, никого не трогал. В пионерлагере так. Почему мы не хотим изнутри со стремянки подняться и просунуть ее изнутри, чтобы она расстелилась пологом? Ты уверен, что? Я не уверен. Мы что-то в виде вот этого начинаем делать. Мне кажется, это невозможно. У меня есть ощущение, что это невозможно. Хотя как раз этой палатой. Это невозможно. Окей, смотри, а если мы пропихнем вот через эти прутья, почему нет? Узкие. Мы все друг друга переубеждали. У всех было разное мнение абсолютно. Мы заходим в столовую. Перед нами просто шикарнейший стол. Ломится от еды живые цветы. Все-все очень красиво. Мы нарядные. Люба эти перья, это вообще топчик. Я прям кайфанул. Ой, что здесь? Перед нами стоят тарелки, накрытые крышечками. Ой, может быть, одновременно откроем? Давайте одновременно. Сейчас будет сюрприз. Там лобстеры. Давайте все попробуем. Хорошо. Да, сторону надо определить. Давай я принесу. Я не удерживаю сердце. Ой, держишь. Мы держали стремянку, потому что она очень ненадежная и сильно шатается. Не-не, она не упадет, ты не беспокойся. Я хочу просто ее всю. Главное, чтобы ты не упал. Не-не. Ну, ты силющий, конечно. Вообще. Грудь колесом, вперед. Браво! Браво! Что есть, то есть. Давай еще чуть-чуть. Есть такой стереотип, что артисты белоручки, в целом ничего тяжелее микрофона не держали. Не тут-то было. Оказывается, вот мы какие. Мотыги не выкидываем, потом мы будем ими выбивать себе туалет. Каким-то волшебным образом у нас это получилось. Ой, ну какова красота, а? Ну красота же! Мне кажется, для людей, которые ни разу ничего не делали с юртами, это неплохой результат. Ну, чтобы она ночью не обвалилась. А надо еще вторую делать. А мы хотим вторую юрту сегодня ставить? Может быть, в одной сегодня? Нам просто может она не пригодится завтра. Давайте оставим это для народной команды, потому что завтра мы хотим выиграть, ну и пусть ребята приедут и тоже займутся таким вот творческим заданием. Ну я бы представила, что если кто-то из мужиков начнет храпеть... Я так молча не поддержала. Да нет, давайте сделаем. Давайте сделаем. От нас все будет, что ли? Я не знаю, что. У них какой-то пропеллер включился, они решили, что нам нужно сегодня все собрать, все сделать, пока есть силы. Что, погнали? Бах! Вторую юрту мы собрали в просто мгновение ука. Ну просто в рапрофе были. Ну просто у нас уже какой-никакой опыт, мы плюс-минус понимали как бы технологию. Сейчас мы народников все подготовим и поедем домой. Все для людей, все для народа. Ну вы знаете, что я ради чашки кофе завтра порву. Я с тобой, если честно. Раз, два, три. Ни слова больше. ТНТ представляет новое скетч-шоу с визуальным юмором, в котором не будет произнесено ни слова. На работу. 30 января в 10 вечера. Премьера на ТНТ. Раз, два, три. Ой-ой-ой! Там лежали наши телефоны с наушниками. Дорогие гости отеля, перед вами ваши телефоны и наушники. Каждые наушники соответствуют своему телефону. Наденьте их и включите видео на телефоне. Приятного просмотра. Шашки одеваем. Свайпаем. И там сообщение. И это был просто шок. Евгений, привет! С тобой говорит Артем Калайджан. Я, честно говоря, вообще не мог этого ожидать. Отталкиваясь от своего опыта, могу пожелать тебе одно. Будь максимально искренним, честным и самим собой. От души Артему. От души очень приятно. Очень много он теплых вещей мне сказал. Самое главное на путстве, что если будут такие, как Анна Хилькевич, держись подальше. Мне записала обращение Анна Хилькевич. Люба, привет. Хочу дать тебе совет. Я была удивлена, почему именно ее послание. У тебя миловидная внешность, и это может сыграть тебе на руку. Будь лисичкой в овечьей школе. Ну, потом, наверное, где-то в глубине себя я поняла, почему. Я не буду говорить, почему. Спасибо большое. Прикольно, очень круто. Я открываю видео и вижу там... Привет, Кристин. Я хочу дать тебе несколько советов. Дашу. Ты самая маленькая участница, так же, как и была я. В меня никто не верил. И посмотри, как я далеко зашла. Я желаю тебе удачи. Возвращайся с победы, потому что тебя ждут два прекрасных сына, и они болеют за свою маму. Ай, у меня же слезы. Спасибо. Очень приятно было. Я прям прослезилась. Спасибо ей большое за такие приятные слова. Но я бы не отказалась видеть в своем телефоне Пашу Мамаева. Блин, вообще как приятно на самом деле. Лично ко мне обращался Павел Мамаев. Не изменяй своим жизненным принципам, не участвуй ни в каких интригах, а просто шаг за шагом иди к своей цели. Ну, сам Павел Мамаев меня благословил на игру. Очень прям вообще меня так затронуло. Да? Да, вообще я не ожидал этого. Класс. Вставил уже наушники, да? Включаю. Александр, я тебя рада приветствовать. Ну что, ты во втором сезоне, и это так круто. Моя ты золотая. В любой ситуации оставайся человеком, гни свою линию, иди только вперед. Ну и, конечно, будь жестким, дерзким и четким. У тебя все получится. Помни, что чемпионами становятся. Ну, я мужчина, да? Я не должен показывать каких-то там слез, да? Но это настолько было трогательно. И она такие душевные слова сказала. Спасибо огромное вообще. Два раза я как будто больше стал. Сильнее, мощнее. Прям крылья выросли. О, души. Марина, привет. Я открываю видеосообщение, и вижу, что там Сергей из Авгородни. Круто. Поступай так, как считаешь нужным. Говори, что думаешь. И покажи всем, на что ты готова ради семьи. У вас кто-то был. Сергей, у меня Даша. Да. У меня Анна Хелькевич. Серьезно? А вы в конце его услышали, да? Что? И, кстати, самое главное. Это последняя минута. Когда ты видишь свой телефон. Пока. Увидимся на ТНТ. Последний раз телефон? Да. Все. Да. Это грустно. И заходят люди и забирают у нас телефон. Вот так вот. Я не осознаю пока, что у меня больше на время проекта не будет телефона. Я буду без связи с близкими. Достаточно сложно мне представить себя без связи с детьми. Расставание с ними. Самое сложное для меня. А как вы думаете, почему именно такое распределение? У меня Даша, на самом деле, потому что она самая маленькая была. Я самая маленькая. Ну, у меня, я так понимаю, Таня, потому что она спортсменка. Да, спортсменка. Не знаю, мне кажется, Артем, потому что я постоянно пытаюсь юморить. Правда, это не всегда выходит. Но в целом сделали вывод, что каждый человек, который нам отослал сообщение, он так или иначе похож. Либо характером, возможно, психологическим портретом каким-то. За нас, за нашу команду. Чтобы мы постоянно такими красивыми здесь были. Давайте передохнем. Давайте. Мы немножко подустали и решили себя, конечно, наградить. В лаунж-зоне. Рисок есть, сухофруктики есть. Меню фантастическое вообще, на самом деле. Блин, какой он ужасный. Ужасный, почему? Сухой, застывший, не соленый. Как будто бы для том яма, да? Да. В тот момент, когда ты голоден, даже орешки, сухофрукты и обычный пресный рис кажутся для тебя нормальной едой. Это очень вкусно. Сухофруктики. Мы, значит, перекусили этих орешков. Юрта готова. Все, можно ничего не делать. Это шахматы, кстати. Это как шахматы, мне кажется. Это и есть шахматы. Если подкидывает игру, значит, надо в нее научиться играть, потому что это пригодится. Как мне учатся? Объясни. Оказалось, что Влад хорошо знаком с этим спортом. Так, ну вообще главное – забоевать центр. Мне кажется, это даже пахнет уже слишком вкусно. Все чувствуете, да? Да. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. 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 Всем по-другому, чем делаем мы. Владилен… Не-не-не, ты что? Ты не будешь кнов? Я мясо не еду. А вообще ты мясо ешь? Вообще нет. Один кусочек нет? Вот. Да. Владилен очень много упустил из-за того, что он не ест мясо. Это самый вкусный плов, который я только ел. Рыбу? Рыбу, яйца, мясо, ну ничего такого, морепродукты. То есть ты вегетарианец? Ну да. Я веду здоровый образ жизни. Вегетарианец, я не пью алкоголь. Также занимаюсь спортом. Практикую йогу. Но так было не всегда. До 25 лет я тоже вел активный образ жизни, но я себе также позволял и алкоголь, и сонные ночи, драки, много женщин. Я дошел до той точки, что начались проблемы со здоровьем, финансовые долги, конфликты. Я понял, что так дальше продолжаться не может. И когда я принял решение измениться, в мою жизнь пришла большая любовь. Живу с женой, с двумя детишками. Сыну 4 года, дочке, ну вот, в октябре будет 2 года. Ну так живем в доме, в частном. Давайте по порядку. Кто откуда? Я вот ничего от вас не знаю. Я ждал все это время. Наконец-то. Ну давай вот с Любой начнем, мы вот так по кругу пойдем. Вообще я родом с Воронежской области. Это город Березоглебск. Это достаточно маленький провинциальный город. Но после развода, 6 лет назад, я взяла дочку и переехала в Воронеж. А сколько дочке лет? Почти 9. Я самая милая таксистка города Воронежа, наверное, по версии моих пассажиров. У меня есть дочь, ей почти 9 лет. Сколько будет? 50 минус 20? 30. 30. И остаток? 7. Сколько? 30. Все. Она напоследок мне сказала о том, что мама, я не знаю, куда ты едешь, но вернись, пожалуйста, победительницей. Я хочу показать своей дочери, что я не хочу плакать. Ну, я воспитываю ее одна 8 лет. Ну, как бы, бывший муж мне не помогает, и, соответственно, все тяготы воспитания, они лежат на мне. И, естественно, я хочу показать своему ребенку, что ее мама очень сильная. Марин. Я живу в Омской области. Рабочий поселок у нас. Полтавка называется. У меня есть муж и двое детей. Дочке 11 лет исполнилось недавно. И сыну 5 лет. Мы живем в частном доме. У нас участок почти 80 соток. Большая площадь занимает под посадку картофеля. Сезон урожая, когда нужно все это убирать. Дети, конечно же, помогают мне. Мой муж работает электромонтером. Я медсестра. Я работаю инструктором по лечебной физкультуре. Ко мне приходят люди разного возраста. Это, конечно, сложная профессия. Я не буду лукавить. Но я всегда стараюсь не унывать. Стараюсь быть на позитиве и помочь в любой ситуации. Я из Самарской области. Районный центр, Большая Глушица. Тоже есть и муж. Двое детей, мальчики. Одному три года, другому два года. Шель, класс. Живу я, как все обычные люди, в доме в частном. Дом мы купили год назад. Взяли моего в ипотеку. Дом у нас небольшой, около 60 квадратных метров. Но территория не маленькая. 14 соток. Огород очень большой. Также у нас есть несколько кур. Цыплятки недавно были. Я вообще с детства мечтала оказаться на телевидении. Это прям моя самая большая мечта моей жизни. И вот, наконец-то, мои мечты начали сбываться. Я сейчас здесь. И у меня все еще впереди. Я из Янакива. Это ДНР. Донецкая народная республика. Город Янакива у меня. 110 тысяч населения. Сыну у меня 14 лет в разводе. Я 13 лет. То есть вы развелись, когда ребеночку год был? Да. Я тоже такая. Да. И дело в том, что самое, что сын не знает, что я уехал. То есть у него сейчас идет переходной возраст. И я не стал говорить, что я куда-то уезжаю. То есть я ему привет уже в телевидении дали так. Привет, привет. Я холостой. Я, в принципе, свободен. Сейчас полностью отдался цирковому. Я тренирую деток именно акробатикой. Поехали. И толчок. И встали. Я тренирую деток-инвалидов, также аутистов деток тренирую. Когда я выиграю, то я построю спортзал для детей, приобрету транспорт для детей, чтобы мы выезжали, чтобы это наше было. Дети у меня, блин, ну реально самые лучшие. Вот серьезно. Я только ради них это делаю. Я знаю, в каких они условиях. У меня есть цель. Все, все. Я просто много видел. Ну, давай. Я из города Оренбург. Рядышком. Вот, рядышком. Да, я поэтому сразу подметил. Детей нет, у меня жены нет. Я демонтажом занимаюсь. А демонтаж чего? Всего. Ну, допустим, тебе нужно стену снести, я ее снесу. Надо плитку снести, я ее снесу. Но я только ломаю, я не строю. Смотри, ты урожаешься. Все, ты урожаешься. Да. Вот это все я. Просто мне нравится этим заниматься. Ломать. Ну, до этого я в разных сферах работал. Я и работал продажником. Первые деньги вообще я сделал. В театре играл еще вообще в лет 10. Работал и барбером, и официантом. Ну, короче, очень много где работал. Люди, которые меня не знают, первое впечатление обычно у них, что я ЧСВ. Ну, вот. Ну, мне это очень сильно мешало в жизни. Ну, внешне я понимаю, что я симпатичный. Но не более того. Симпатичных людей много на земле. Хороший парень. Вот и все. Ну что, может быть, тогда за нас? За знакомство. За знакомство. Полноценное. Да. Сегодняшний вечер прошел просто на одном дыхании. Я считаю, что это один из лучших дней в моей жизни после рождения моих детей. Этот день я запомню навсегда. Я просто летаю сейчас на крыльях. И навряд ли сегодня ночью усну просто с такими эмоциями. Как круто. Посмотрите, какой потолок красивый. Опачки. Мы играли в шахматы. И в этот момент заиграла наша кубышечка. Кубышка заговорила. Кубышка. Мить, кубышка. Готовьтесь ко сну. Желаю добрых снов. А, все. Спасибо. А больше ты нам ничего не скажешь? Реально? А нас готовят ко сну, чтобы мы зарядились перед завтрашними состязаниями. От медиаколонны мы ожидали все. Но не это. Ребят, если я вдруг захраплю, пожалуйста, вы меня... У меня беруши есть. А у меня тоже, кстати. О, так вообще, вообще. Да? Вообще, вообще нормально. Поспим на пол, ничего страшного. Ой. Ну и как тебе? Ну такой себе. Давай подкрыть. Просто они не скрипят. Наверное, завтра будет шесть. Я вас так долго ждала. В этом шоу у игроков есть два пути. Волонительно? Да. Очень. В дорогой отель. А это что такое? Я ни разу не пробовала. Или в горный лагерь. Никто не хочет здесь остываться, сто процентов. Хотя есть еще один. Проиграть и пойти на все четыре стороны. Почему вы ругаетесь? Не ругаюсь, подбирать слова надо. Здесь становится хуже и хуже. Атмосфера, конечно, между нами подпортилась. Хотя от народной команды чего ожидать. Выжить в Самарканде. По воскресеньям. В 7 вечера. Премьера на ТНТ. Я не помню, когда я проснулась, потому что я не помню, спала ли я вообще. Ты плохо спала? Ну, блин, слушай, такое себе. Мы с девчонками не выспались, потому что проснулись от этого дикого холода. Это было реально тяжело. Я надела, конечно, все носки, которые у меня были. И прямо в одежде залезла в мешок. Ну, я все-таки, видимо, заболела. Все хотят поспать, принять горячий душ, нормально поесть. И нету ни воды, ни еды. Кстати, а что парни так долго спят? Надо разбудить их, чтобы уже как-то мы это... Ну, идем. Мы пошли проверять. Вдруг они уже давно проснулись и охотятся за мамонтом. Доброе утро! О, оставайся, ребята. Наедись и спят, видимо. Ну, а вот все. Выходите. Пока вы не выйдете, у нас еды, ничего. Пока вы не выйдете, не будет еды. Ой! Вы зачем-то рано разбудили. Зачем разбудили? Не понимаю. Оказалось, Митю лучше по утрам не будить. Ну, и что нас подняли? Потому что вместо Мити просыпается страшный зверь. Наша первая ночь прошла просто обалденно. Просто топ. Я как только лег на эту офигительную кровать, я просто вырубился. И когда проснулся, посмотрел на этот вид из окна. Я себя почувствовал каким-то шейхом реально. Я сначала открываю глаза, я не поверил так стопути. И потом я понимаю, что я в президентском номере. Пошел, умылся. Ну, кайф. Просто вот, просто кайф. Давай, ты полегче меня. Давай, слази. А, вот сейчас мы решили, а упрём, смотри. А чего вы наверх полезли? Где кто? Мальчишки, вы куда? Я без душа, ну, как бы, ещё я поживу. Жалко девочек, поэтому мы пошли попробовать сделать душ. Есть там чего? Нет, пусто. Почему? Да нет воды. Ну, мы просто не знали, что нам делать. Как найти воду? Мне кажется, это похоже на колодец. Камера, что-то там есть, да. Реально, смотри, там же этого не было вчера, или мы не видели просто в темноте? Нет, мы не видели. Качать надо, да? А, вот отсюда типа надо. Оказывается, у нас есть насос, и все начали пытаться накачивать эту воду. Может, её как-то более активно надо качать? Ну-ка. А послушай, она есть? Подожди. Да, она найдёт. Она тяжелее стала. Тебе просто стало тяжелее уже? Нет. Как будто сейчас пойдёт, есть ощущения. А не тут-то было. Нет, если ты воду не слышишь, значит, её там нет. Ладно, ребят. Воды не было. Видимо, какие-то условия должны быть для того, чтобы ты её получил. Вот. Всё, на зима отключение холодной воды произошло. Сезонная. Всё. Мы в итоге без еды, без душа, без здорового сна. Но мы старались. Мы старались. Заходим в гостиную. Накрыт просто богатейший стол. Просто, да, царский завтрак. Вау. Впервые просто так красиво ты садишься за стол. Там уже ждёт нас кофеёчек. А вот это, наверное, Наполеон, да? Единственный торт, который умею печь, это Наполеон. Наполеон. Обожаю тоже. Надеюсь, мы каждое утро так будем встречать, а поэтому... И после проекта. О-о-о! Угляйся! Доброе утро! Дорогие гости, с большим уважением приглашаю на приветственный сюрприз. Личный водитель встретит вас внизу, а на камине вы найдёте шкатулку, в ней подсказка. Погнали. Сразу спасибо, Ляшин. И всё, и сразу все напряхлись. Что будет? Раз, два, три! И там были мешочки. Что думать, вообще не знаю. Сейчас откроем. Что это? Каждый вытащил рандомно мешочек и достали оттуда определённые жетоны. А у всех одинаковые изображения? Разные? Нет. У кого что? Змея. Это что? Это варан? Варан, орёл, лошадь. Лев. Лев. Ты лошадь? Конь. Главное, чтобы не педали. Сто процентов. У меня попалась фишка орла. Это, по-моему, символ победы. Такой знак. Мне нравится. Кристине попался лев. Марина и змея. Саша варан. А у тебя что? Голубь. Как оно так совпало, что вот у него там варан? У него варан, да? Он, в принципе, похож. Вот такой он такой, сильный. Как совпало? Я у тебя с голубем ассоциируюсь? Нет. Мне кажется, Женя так расстроился, что ему попался голубь. Почему-то мне выпал долбанный голубок. Может, это подсказка какая-то? Подсказка? Может быть. Может быть, эта фишка будет связана с испытанием. Что, погнали? Просто так бы Ляся нам бы не подготавливала такие подарки. Плюс, ну, это очевидно, что нам нужно куда-то ехать, потому что нас ждет личный водитель. Ребята, ровно как и я, идем в какую-то такую небольшую неизвестность. Ну, что, с Богом. С Богом, да. Вот и села, Кжири. Погнали. У нас гости. Аксакал идет. Настоящий узбекский аксакал. Прям как в кино. Похоже на еду. Сюда, сюда, сюда! Очень ждали, конечно, потому что проголодались. Вы что-то нам принесли? Рахмат. Рахмат. Привет, солнышко. Аксакал принес нам корзины с едой какой-то. Так, что это вообще такое здесь? Ну, конечно, рис, ребят. Ну, конечно. Это инжир. Писточки. Были орешки, курака, овощи. Я так давно ждала сырые овощи. Этим можно жить очень долго. Но это было не то, что я люблю. Скажем так, есть на завтрак. Чего ты не ешь? Я пока не хочу. Ешьте, я не хочу. Я не хочу пока. Я не материла. У меня холодно. Это, наверное, первый мой завтрак в жизни, когда я съел три ложечки риса и все, по-моему. А лосось водится, интересно, в Самарканде? Лосось? Да, он там в барах. Хочется вернуться в отель, чтобы правильно, хорошо и много поесть. Что-то будет сейчас! Доброе утро, жители горного лагеря. Надеюсь, вам хорошо спалось. Совсем скоро вас ждет встреча с важными гостями. Никаких больше? Все? Типа? Вся информация. Чего ждать? Непонятно. Может быть, приедут в гости к нам ребята из народной команды, посмотреть лагерь, познакомиться поближе. Цветочки пахнут. Приезжаем мы в личный город, и он просто нереально красивый. Вообще идеально просто. Это была такая картинка, которую я видела только в телевизоре. Ну и что, Зенит, встретим народную команду? Мы видим вдалеке Ли-Сан с красивой шляпой. Красивее, чем у Мити Фомина. Лошадь. Лошадь. И я сразу вспоминаю, что у Владилена фишка, на которой изображен конь. И мы поняли, что фишки мы вытянули, естественно, не просто так. Здравствуйте, народная команда. Здравствуйте. Как вам условия выживания? Ох, комфорт. Выживаете, стараетесь, да? Да. Выглядите потрясающе. Вам так все это и потрясающе. Потрясающе. Ну что, сегодня каждый из вас выбрал символы. Кому что досталось? Варан. Мне конь. Тебе конь. У меня лев. У меня попался орел. Орел. Смея. Так, Женя. Я голубок. Да ты что? Голубок. Как вы думаете, что это значит? Намек какой-то. Возможно, нам понадобится силой скорость коня. Сила варана, да? Так, интересно. Для меня это тотемное животное. Мы же на Востоке. Какой ты проницательный. Тотемное животное. Мне бы хотелось, чтобы вы запечатлили эти свои эмоции и этого своего тотемного животного на всю жизнь. Я переживаю, потому что я не понимаю, что это будет. Вас ждет яркая, незабываемая фотосессия, друзья. Ух ты. Готовы? Да. Класс. Я начал радоваться, как ребенок. Вот класс, меня пофоткают. Когда-то в жизни были у вас фотосессии? У меня нет. Нету, нету. Всегда мечтала побывать именно в роли модели. На такой какой-нибудь классной съемке. Ну что, Владилен, бери своего тотемного животного. Бери. Нет, на него запрыгнули? Нет, бери его пока. Владилен и конь звучит, как какая-то сказка. Ну а что ты ругаешься? Что-то он ругается. Да, ты что? Все, 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 базар. Нет, не зятя? У меня не было никогда фотосессии. Я не думал, что это будет настолько трудно. Владилен, как у вас дела? Да я с конем договориться. Пытаюсь он что-то возмущается. Что, нервничает? Может, я чуть-чуть нервничаю. Лисан тоже прочувствовал, что есть какое-то напряжение. Она очень внимательная. Слушай, не нервничай. Ты же человек природы. Ты же косарь. Ты все время с землей. А давай сейчас провернем такой ритуал. Ты сейчас у земли попросишь. И с этой же энергией обнимешь коня. Я просто прикоснулся так. Расслабился. Успокоился. И это помогло. Да, да, да. Отлично, отлично. Хороший, хороший. Класс. Я никогда не держал варана в руках. Держите сверху. Я не знаю, как. Давайте вот так, да. Хотя он небольшой, он властный все равно. Он сильный. Но я начал смотреть ему в глаза, чтобы показать, что я его не боюсь. Как у нас дела? Ты не дышишь, Марина? Я не пойму. Практически. Я четко себе дала установку, что я смогу. Я поборю свой страх. На змею смотрим. Погладим. Ну и я это сделаю. Мое тотальное животное лев. Он не выкусит меня. Погладим льва. Не боюсь. Я поняла, что мне нужно отпустить ситуацию. Я себя почувствовала реальной моделью. С моим тотемным животным я взаимодействовал просто, ну отлично. Целовал и обнимал. Потому что я люблю вот это попозировать, что-то там повыкобениваться. Паха, как у вас дела с Женей? Да, отлично. Пусть он принесет тебе удачу. Обязательно принесет. Куда ему деваться? Пускай летит. Здравствуйте. Фух, у меня аж прям куда-то в сердце предки ушло. Как только увидела эту очень сильную птицу, казалось, что она может выклотить глаза. Давайте еще раз еще. Отлично, очень красиво получается. Я, безусловно, почувствовала подпитку от этого животного. Ощущение вот этой силы. Пока народная команда наслаждается старым городом, фотосессией, интересно, как там звездная команда в горах? Я все-таки 25 лет на этом заводе проработала. Не дурак же он ценные кадры увольняет. Он сказал, зачем технолог, если технологии уже сто лет не меняются. Их погнали с работы. Мы что-нибудь придумаем. Ну а что, мы с вами втроем уже спиртзавод ходячий. Теперь они сами будут гнать. Статья 163. Производство алкогольной продукции карается от 3 до 5 лет. Сахар, дружи, вода. Технология, контроль, добросовестность. С таким пойлом наши алкаши бред питами станут. О, какое общество. Бомжур, да. Повышая градус с 22 января. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. Кто-то приехал. Паша! Ребята, привет! Привет, брат! Естественно, мы понимали, что Паша к нам пришел с каким-то заданием. Или с каким-то сюрпризом. Так, рассказывайте, как прошла ночь? Тяжело. Что такое? Мы не спали всю ночь. Конечно, не выспались. Потому что было очень холодно. Так, я пригласил гостей, которые позволят вам сделать ночь в лагере теплей. Фаер-шоу? Батареи газовые. Было очень интересно, что же это может быть. Предположение. Ивановский текстиль, который привезет нам одеяло, да? Очень близко. К Иванову или к текстилю? Одеяло. Марканские ковры какие-нибудь, они за одеяло. Барашки. Мы увидели, как просто появилось, не знаю, 20 или 25 баранов. И я ошалела от этого. Барашки. Барашки. Итак, ребят, прежде чем будет вечернее большое испытание, у вас сейчас первое маленькое, но очень важное испытание. Будем брить барашка. Это что-то за гранью невозможного. У вас будет три машинки. Сначала кудрявого надо аккуратненько уложить на бочок, а потом аккуратно и красиво стрижем. Честно говоря, было страшно. Горные бараны – это не домашний котик. Но вы будете делать это на время. И второй момент – шерсть, которую вы состригли, мы все это собираем. Потом мы это взвесим. За каждые 100 грамм – одно теплое, шикарное отделение. Ну, сделка хорошая, нормальная, да. На все про все 20 минут. Поехали. Давайте по двое, может, попробуем? Так, самое главное – спокойно, ребят. А давайте сразу три барана вытащим. Давайте троих. До этого пойдем? Овечка. Пойдем, пойдем. Тяжеленькая, да? Да, но они все такие. Митя прям с места в карьер бросился сразу хватать ей баранов. Опа. Ну все, давай. Оказалось, Митя просто силач. Не бойся, моя хорошая. Не бойся, моя маленькая. А я выбрала не самого большого, чтобы справиться с ним быстро, самостоятельно. Пойдем, пойдем. Пойдем, мой слетик. Пойдем. Я очень боялась, потому что может ли ли гнуть баран, я не знаю. Почему? Митя, как будто ты не первый. Смотри, Юля, ты сама. Это моя сладость. Это было прямо героически. И неожиданно. Бараны есть бараны. Животные, податливые. Достаточно управляемые. Но то есть каких-то сложностей, чтобы барана поставить вдвоем, нет. Давайте, пожалуйста, мешок. Давайте, пожалуйста. Но все было не так-то просто. В какой-то момент барашек начал брыкаться. А баран, как бы, на секундочку, это не собачка чихуахуа. Он большой. И этот оказался прям строптивым. Баран резко побежал просто вдоль загона. Я как-то там прикоснулся к забору. Что-то там шоркнул у себя на спине. Сережа, лови. Получается? Пока нет. Встречах у нас не получалось. Тихо. Была какая-то суета. Ребята постоянно бегали. Юль, лови. Я за ним. Он в сторону. Ну все. Осталось 7 минут. В какой-то момент мне показалось, что Влад как будто бы ничего не делает. Я очень брезгливый. Очень для меня противно. Я не люблю животных. Я люблю смотреть их издалека. Они воняют. Ты укладывать ее будешь? Да. Она как? Может, поможешь тогда? Как вот прям стоят, писают. Я подумал, что я не буду участвовать. Влад, ты бы отдал мешочек Юле, а сам бы поймал барашка. Кто, я? Юля не может барашка словить. Я думаю, блин, есть команда, и надо делать. Раз уж девушки делают, то уж я точно должен. Если не идет, Владик, смотри. Если не идет, вот так вот. Раз. А, да? Да. А ты откуда знаешь? У меня мама и папа деревенские. Я рад, что я сделал это. Я рад, что я как бы не поддался брезгливости. Все хорошо. Приятно посмотреть, как у вас командные решения приходят по ходу. Мы сажены работать. Держи его. Давай. Все просто, все старались. Мне кажется, каждый по разу завалил барана, как минимум. Митя просто таскает их. Он решил их никуда не выводить. Он просто их носит. Митя адепт спорта. Я его мышцы уже успела оценить. Какой мощный 50-летний мальчишка. Девчонки там не отставали тоже. Хорошо, что она так стали. Вот молодец. Честно, я вечно бы наблюдал за этим. Я такая с виду нежная. Но я женщина с сильным духом. У меня тут уже просто барбершоп идеально. Так что записывайтесь ко мне на стрижку. Одна минута осталась, ребята. Шерсть, которая окажется не в мешках, не считается. Минута. Так, давай складывай, складывай, складывай. Собирай! Надо все забрать. Мы торопились, быстрее это делать. Влад. Я. А там каждая грамулька на счету. Ребята, пять, четыре, три, две, одна. Оставим. Все, стоп. Я вас поздравляю, да. Мне легко это было. Наверное, это первый и последний раз в моей жизни, когда я стригу барана. Это было мощно. Я хочу отметить одно. Мить, ты очень мощный. Тебе лучше вообще под руку не попадаться. Юль, ты в одиночку укладывала, брила. Честно, если бы мне бы сказали, да, кто из всей этой компании может в одиночку справиться, я бы точно не подумал на тебя. Супер. Да? Да. Можете рассчитывать на меня, если что. Я даже услышала какие-то слова Пахлавы. Пахлавы. О, ребята, с травмами. Это барашек у тебя или кто? Нет, забор вот такой. Да? Горелый. Первая кровь. Ты весь в баранине. Ну, ничего, у меня есть йодик, я тебя подлечу. Все, спасибо. Так, давайте взвешивать. Давайте. Напомню, 100 грамм – это одно одеяло. Я думаю, что килограмм есть. Первый мешочек. 200. Вот в этом. Это шерсть же легкая. А ты думаешь, это шерсть. 200. Ну так-то хватает, как бы. Все, что мне нанесено. Оказалось, что каждый мешочек весит примерно 200 грамм. О, 250. Я же говорю, что около килограмма. 8 одеял. Да, давайте кармой. Ну, будь великодушна. Да подушки обменяй. Короче, каждый получит по одеялу и еще два в запасе. Вот, отлично, ура. Я вам желаю удачи. Спасибо. Давайте, увидимся. Теперь у нас есть точно чем укрыться, и холода мы уже не боимся. А как сейчас это все с себя смыть? Вот это где-то теперь воду надо найти. А воды-то нет. А, так, фляга. Паш, воды нет случайно в машине? А помыться? Воды в машине? Только бензин. У меня уже, это, нервный тик скоро начнется, потому что я очень хочу помыться. О! Ваш выигрыш. Спасибо. Спасибо. Мальчишки, поймите. Спасибо вам большое. Спасибо. Если вдруг так получится, и мы останемся в лагере, будет тепло и комфортно спать. Супер. Вы молодцы. Спасибо. Опа. Кубышка. Сейчас вас ждет первое испытание. Вам идет роскошная жизнь. Буду рада видеть вас снова. Сегодня вечером увидимся. Не буду скрывать, что я к вам уже привыкла. Жду вас снова. Никто не хочет здесь оставаться, сто процентов. Но мы немножко не выспавшиеся все подустали. Ребята там, помимо того, что они сами сильные, они хорошо поспали, они хорошо и правильно много поели. Поэтому у них в этом плане будет немножко преимущество. Ну мы должны же отвоевать сегодня, отель. Я готова. Обязаны просто. Обязаны. Вот сейчас, на данный момент, мы не просто команда, ребят. Мы реально семья. Да. Мы очень сплотились даже вот за эти пару дней. Этот ключ мы никому не отдадим, ребята. Никогда. Будем грызть зубами, ползти, бегать, прыгать. Я не знаю, что надо сделать, чтобы вырвать у нас ключ. Вперед к победе. Народная команда, приветствую вас. Вас тоже приветствуем. Красавчики, намытые. За ручки держатся, смотри какие. Сплоченные. Очень интересно, станемся ли мы такими сплоченными в процессе испытания. Ну что же, поприветствуем звездную команду. Привет. Привет. Вдохнувшие. Как настроение? Отлично. Фан, фантастик. Боевое, боевое. Вы зарядились энергией, Егор? Очень. Да, нам хватило надолго. Мы там вам такой кайф и строили, ребят. Да, мы вам очень понравилось. Мы все сделали для вас. От души. Ну если вы все сделали, ребят, ну тогда что ж оставайтесь там? Мы хотим взять сто процентов от отеля, от этой жизни роскошной. Поэтому будем стараться. И я уверен, что мы будем в отеле. Добро пожаловать на ваше первое большое испытание. Если вы сегодня побеждаете, отправляетесь в шикарный отель. Если проигрываете, выживаете в горном лагере. Для честности, пожалуйста, отдайте свой ключ. Ну я думаю, он вернется. Ну кому-то точно вернется. Я думаю, нам. Да. Ну что же, теперь к правилам. Ключ мы не просто отдадим победителю. А обменяем его на меч Амира Тимура. Меч заперт в крепости. Крепость защищена мощными воротами. У каждой команды свои. Вы можете сломать ворота только с помощью тарана. Но само орудие начнет работать только когда вы его повесите на четыре цепи. Цепи находятся где-то в этих вазах. В каких именно? Вам предстоит понять, разбивая вазы специальными дубинками. Итак, разбивайте вазы, находите цепи, закрепляйте орудие и выносите ворота. А дальше? Забираем меч. И меч. И ключ. Добываете меч, и мы обмениваем его на ключ от лакшери жизни. Я понимаю, что это вообще нелегко. Нужно выстроить правильно тактику и сообща ей следовать. Ребята, значит, слушайте внимательно. Вот этот план. Тут Саша буквально вот так вот нас в охапку начинает брать. Девочки собирают цепь. Три мальчика рубят. Три мальчика рубят. Хоть одну цепь нашли, сразу вешаем. Ну, сразу девчонки начинают вешать. Санек озвучил тактику. Мальчики ломают эти кувшины, а девочки будут вешать эти цепи. Подождите. Да подожди. Подожди. Вот послушайте меня. Послушайте меня. Саша, ну, просто не дает никому сказать. Ты должен выслушать всех. Ты же говорил, что мы семья с самого утра. Люба права. Ребятушки. Ты сам говорил, мы прислушиваемся. Ты сейчас один говоришь? Нет. Ты сейчас не прав. Стоп. Ты сейчас не прав. Человек просто берет бразды правления в свои руки. Я был возмущен этим. Я не буду молчать в таком случае. Саня, ты сейчас просто одеяло. Дайте вы, я не тяну. Все, хорошо. И, в общем-то, в наших головах оказалась абсолютнейшая каша. Как только мы будем проходить цепи, кладем их, донести, належи. Ну, конечно. Сразу цеплять или донести сначала все? Прицепить? Ну, кстати. Давайте сразу цеплять. Как артисты мы умеем работать в группах, в командах. Мы умеем послушать. Ну что, народная команда, вы готовы? Да! Звездная команда, вы готовы? Да! Ни слова больше. ТНТ представляет новое скетч-шоу с визуальным юмором, в котором не будет произнесено ни слова. На работу. 30 января в 10 вечера. Премьера на ТНТ. Ну что, народная команда, вы готовы? Да! Звездная команда, вы готовы? Да! Стоп! Ломалась у меня! У Жени, у Владилены и у Саши. Прямо с первого раза ломается бита. Я просто стою, я не знаю, что делать. А что у меня сломалось? Если сломалось, можешь действовать как хочешь. Давайте, давайте, бита ломается. Такое бывает. Я беру остаток, продолжаю разбивать. Давай, давай, бита у меня сломалась. Господи! У меня бита сломалась! Давай, вали их так! Вали так! У кого дубинка, орудует дубинкой. Я сломал две биты за три кувшины. Я, честно говоря, встал как копанный. А что делать-то? Ищем, ищем, ребят! Ищем, ищем, ищем! Ищи, 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 ищи! Саша просто как ураган прошелся по нашей поляне с кувшинами. Ищем, ищи, ищи, ищи! Саша, зверь, молодец! Митя, ты какой-то монстр! Мы боролись как зверь. Министово. На зима, давай! Вау! Юля! Но проблема в том, что ломать кувшины, это была самая легкая часть. Самая тяжелая была пояс в песке. Его было тяжело отметать как-то, плюс эти осколки. Ищем, ребята! Ищем все! Не пропустите! Есть одна! Одна есть! Хорошо, на базу! Мои чувства были, конечно, запредельные. Есть! Вторая! На базу! Когда я слышала, есть цепь, я у себя в голове отсчитывала. Так, еще не хватает две. Все ищите цепи, они спрятаны под песком. Ищи, ищи! Ух! Нету! Просто нету, нету. Я все уже просмотрел. Ищи, ищи, ищи! Я не думал, что это будет настолько трудно. Нету вообще нигде. Да господи! Цепь! На базу! Я нашла одну цепь, чему я порадовалась. Скорто нашли! Все? Нет, еще одна. Ребята находят вторую цепь, третью цепь. Я не понимаю, почему все цепи у них? К тому же звездная команда все почти нашла. Молодец! Молодец! Есть! Я на миллион процентов с собой довольна. Костинка, молодец. Давай вешаем. Бревно лежало просто цепями, и кто-то уже мог их вешать. Но мы слишком были погружены в игру, кто-то в свои эмоции. И мы действовали недостаточно слаженно. На зима побежала, уже вешать эти цепочки. На зима, умница ты, пока все повесь. У нас каждый понимал, что он должен делать. Поторопитесь! Давай, давай. Ну, где? Где? Еще нашел. Есть вторая! Вторая есть! Ребята, у той команды две. Где-то пропустили, что ли? Ё-моё! Да. Не может быть. Вы что? Давайте тогда ряд за рядом. Еще одна. Молодцы! Три цепи. Вот они! Еще сколько? Одна? Да. Ребята, три-три. Я обрадовался, да. Я почувствовал, что мы продвигаемся. У них также три. Скорей! Да? Я немного внутри запаниковала. Как так-то? Как так-то? Цепь не находится. У тебя заканчивается дыхалка. У тебя уже нет сил. Быстрее! Давай, 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 давай! Я просто рыл этот песок, как машина. Ребята, вы что? Работу, проработу, ребята! Давайте быстрее! Вот она! Есть, есть! Есть! Поехали! Я вижу, что мы побеждаем. Куда ее цепляли? И раз! Подожди, куда цепляли? Подожди, все, не так. Вижу. Есть цепь! Есть! Есть! Пошел! Давай! Четвертая здесь, Митя! Где? Цепи уже висели, потому что зима додумалась повесить цепи заранее. Давай, давай, скорей! Поднимай, давай! У нас там пару секунд, наверное, заняло поднять это бревно. Скоп! Скоп! Двигай! 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 Давай! Есть! Есть! Стоять! Стоять! Да-да! Сколкай! Нет! Я услышала, что команда народников начали выбивать дверь. Я думала, ну все. Давай, давай! Давай! Один! Стой! Все! Твою! Еще! Два! 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 Ай! Беги! Беги! Беги скорей! Давай! Ай, все! Пошли! Все! О, Боже! Это то чувство такого удовлетворения. Ты как? Плохо. Сядь. Что, врача позвать? Я, Марин. Влад, ему было плохо. То есть человек все силы отдал, все, что есть, чтобы добыть эту победу. Нужно бросать курить. Да, отдыхалочка. Встань, не пережимай сосуды. Встань. Ты лучший. Эмоционально это было очень круто. Я как ребенок. Ты понимаешь, мы победили? Мы бревно. Господи, тебе 40 лет. Какое бревно? Что ты несешь вообще? Ребят, то, что я и говорил. Вы меня не слышите просто. А кто посмотрел? Здесь сыграла вот некомандность. Ребят, просто чуть-чуть слышать, пожалуйста. Чуть-чуть командой быть. А ты что заметил? Да, они работали командой. Я первоначально сказал, что у нас тактика такая. Жека сказал, что я одеяло тяну на себя. Все. Ну, какого вообще это делаешь? Почему ты упоминаешь меня? Не понял, при чем тут одеяло? Пожалуйста, давайте эмоции оставим при себе. Так ты сам тянешь на себя, еще раз все говорю. Все, все, ладно, Жека, хорошо. Так ты зачем говоришь, что ты присед, а потом говоришь, все, 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 не понял? Нет, я не говорю, присед. Я не сказал, Женя, там, все, туда. Все, ты прав, все, все, ты прав, все. Все, не начинай. Такое ощущение, как будто он просто пытался меня успокоить перед камерами и как-то себя с лучшей стороны показать. Все, мы классно отработали. Мы дышали в спину, да. Что спорить, что вы спарили. Мы так активно говорим о том, что мы сплоченные, что мы команда. И наши слова не оказываются действительностью. Ну что, в этом конкурсе побеждает звездная команда. Поздравляю вас, ребята. Ну, ребята дышали нам в спину. Все-таки у них было все хорошо. Конечно, впереди. Дышали вам в спину. Ключ от отеля получаете вы. Пободимся. Наконец-то отель. Горячий душ. Вкусно покушаем. Я выписываю хабучино. Один вопрос к вам, ребята. Вы когда-нибудь отдыхали в горах? Мы нет. Вот, будем. Добро пожаловать в весь проект. Мне кажется, нас в горы встретят не очень приветливо. Потому что уже достаточно прохладненько вечером. Ребята, народная команда. Я думаю, вы сделаете выводы. После первого испытания мне бы очень хотелось просто пообщаться со своей командой. Потому что мы не слышим друг друга. Хочется сказать, неужели история повторяется? Пока да. Может быть, звезды они поэтому и звезды, что работают слаженно в команде всегда. Я вас так долго ждала. В этом шоу у игроков есть два пути. Волнительно? Да. Очень. В дорогой отель. А это что такое? Я ни разу не пробовала. Или в горный лагерь. Никто не хочет здесь остываться сто процентов. Хотя есть еще один. Проиграть и пойти на все четыре стороны. Почему вы ругаетесь? Не ругаюсь, подбирать слова надо. Здесь становится хуже и хуже. Атмосфера, конечно, между нами подпортилась. Хотя от народной команды чего ожидать. Выжить в Самарканде. По воскресеньям. В 7 вечера. Премьера на ТНТ. Мы с ребятами приезжаем в горный лагерь. Мы увидели, что мы ничего не увидели. Потому что там было темно. Осторожно, кусты. Колючки, да? Аккуратненько, не спешите. Вокруг какие-то ямки, какие-то камни. Очень холодно. Быть поближе к Любе, конечно, эта идея меня грела. Но только мое сердечко. Осторожно. Я взял под руку Любу. Первый пошел, как герой. Ну, слушайте, атмосферненько тут. Я вижу Лясеньку. Она говорит что-то. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте быстрее. Медиа-колонна. Такая же красивая. Такая же родная. Она же сколько выгружающая. В отеле было подружелюбнее. Добрый вечер, народная команда. Добро пожаловать в горный лагерь. Добрый вечер, Лясенька. Все? По нашей новой традиции мы все к ней прикоснулись. Я думаю, каждый загадал желание. По крайней мере, я загадала. И пошли дальше осматриваться. А может быть, на сумке проверим? Что же нам приготовили? Мы увидели шесть овощек и фляги с водой, которые были подписаны. Там я нашла вот такой вот уютный теплый свитер. Большое спасибо, потому что здесь очень холодно. Что нам оставили звезды, да, надо посмотреть? Да. Ну, я так понимаю, душ есть. О, кстати. Это душ? Да. Давайте посмотрим. Это меня очень обрадовало. Осторожно. Вопрос, есть ли вода. Мы завтра посмотрим, что там с душем. Очень хотелось бы ходить с чистой головой. Пойдем до вот этих юрт дойдем. У нас есть две юрты. Ну, это наша, да? Это наша. Мы определяемся, что мы здесь. Ох, да какой! Нет, нет, нет. Да они одинаковые. И, конечно же, тайная комната. Что вы там нашли? Давай заглянем. А вот он. Что вы нашли? Мы нашли его. Вот он и туалет. Вот он и домик. Вот он. Серьезно? Это туалет. Правда? Нам не привыкать, как говорится, народников. Тут можно полноценно жить. Ну, а зачем оно нам надо? Вау! Ну, дома, дома. И вот мы в гостинице. Это весь наш этаж. О-о-о! Ну, вот, наконец-то. Ну, дома, дома. После, так сказать, палаточного отдыха дух захватывает. А сколько спальни этого еще? Кабинет, Митя. Добрый вечер, уважаемые гости. Поздравляю с первой победой. Наслаждайтесь роскошной жизнью в отеле, пока у вас есть такая возможность. Нам больше ничего не остается с папой. Слушайте, здесь стоят шахматы. Снова шахматы, да. Они нам точно пригодятся. Не стесняйтесь, подходите к столу, угощайтесь. Офигенный накрытый стол. Мы сразу начали что-то хватать. О-о-о! Нет, нельзя, я не могу. Кто виноград, кто гранат. Ты хочешь гранат? Пожалуйста, я хочу. Пожалуйста. Спасибо. Благодарю, дорогой. Когда ты в горах питался только рисом и сухофруктами, естественно, еда впечатляет. Все-таки вот меня тревожит шахматы. Меня тревожит этот сыр. Все, больше не тревожит. Ты когда-нибудь в своей жизни думала, что тебя будут тревожить шахматы? Шахматы есть и в отеле в этом номере, и шахматы есть в лагере. Точно это что-то значит. Знаете, что может быть? Они могут нас попросить ходить, условно, как конь. Ты король, ты королева, ты пешка. Ребята, не хотите сюда подойти? Что? Смотрите, здесь есть туристический путеводитель Самарканд. Забирай. Мы пытались найти то, что, возможно, нам поможет в испытаниях. Ковроделие Узбекистана – традиция сохранена в веках. А что если мы будем искать какой-то ковер? В общем, мы видим знаки какие-то, то есть мы уже так вооружены в эту тему, что не умеем отключить голову даже в этот момент, порадоваться просто, что мы закончили хорошо этот день. Ура! Все, всем еще раз. Спасибо всем. Ура, ребят, спасибо вам, что я здесь. Да, спасибо вам всем. Приятных мягких снов. Шахматы никто не возьмет с собой. Пожалуй, не сегодня. Я никто. Вот они, шахматы, да? Да. Ой, Саша, завтра ты меня будешь учить, хорошо? И меня. Ребят, я хочу вас у всех попросить извинения за сегодняшний конфуз с Саней. Ты что? И в следующий раз я буду действовать более командно. Я осознаю свою вину. Простите. Прощаю. Ну, спасибо. Это мужской поступок, извиниться, но на самом деле мы мужики. Мы можем сейчас поругаться, потом через пять минут сказать, ну, извини, я был неправ. Ребят, как считаете, нам нужен лидер? Ну, человек, который будет представлять команду. Может быть, давайте мы завтра... Да, с утра. На трезвую. Да, мы это обсудим и завтра с утра мы это решаем. Добро? Да, да. Добро. Мы все за целый день были настолько на эмоциях, что сейчас мы зайдем и просто свалимся и будем спать. Все, доброй ночи. А крыша голая. А светит. Надо позвонить к вам. Вот это все, это разлад. Вообще, Митя себе позволяет. Я, в принципе, не хочу больше доверять после такого. Пятая, последняя инструкция. Самая важная. Опа! Я понимаю, что счет на доли секунды. Ты видела мои слезы? Нет. Ты видела мои истерики? Мне кажется, можно было как-то проще к этому отнестись. Давайте узнаем, за кого проголосовала народная команда. Буквально вот так сделали. Я не готова к такому. Субтитры сделал DimaTorzok